Христианские притчи За что был помилован нерадивый монах? Жил в некоем монастыре нерадивый монах. Он часто опаздывал к службе, огорчал этим братьев и вынуждал гневаться игуменом. И на кероптали, и даже просили настоятеля изгнать его. И вот этот монах заболел. Болезнь усиливалась, и он уже приближался к смерти. Огорчены были братья, что погибнет душа несчастная. Собрались они у Адраево, чтобы облегчить предсмертные страдания своей молитвой. Но что же видят они? Этот монах умирал смертью праведника. Лицо его выражало спокойствие и радостью. Когда он немного очнулся, братья спросили. «Какое утешение получил ты от Бога? С кем ты беседовал, как с близкими родными своими?» И умирающий, собрав последние силы, отвечал. «Братья, вы знаете, что я жил недостойно. И вот я увидел, как демоны окружили мой Одар. В руках их была хартия, лист, сверху донизу исписанный моими грехами. Они приблизились ко мне. Ангел же, хранитель мой, стоял вдалеке и плакал. И вдруг я услышал голос с неба. «Не судите, да не судимы будете!» Этот монах не осудил никого. «И я прощаю его!» И тотчас хартия в руках демонов загорелась, и они с воплями исчезли. Подошел ко мне ангел и приветствовал меня. И я говорил с ним. «Братья», — продолжал он, «после принятия монашества «Я не осудил ни одного человека!» «Братья», — сказал он еще, «вы осуждали меня и осуждали справедливо, а я, грешный, не судил никого!» «Нуuseя, глухая, да сейчас всех!» «О любимый, потихотребов台 закрепить» «Братья». «Братья» Субтитры создавал DimaTorzok